Здравствуйте! Как вы относитесь к тому, что обсуждаете иногда очень интимные вопросы, которые не все осмелятся взять на рассмотрение, на них отвечать? И как вы относитесь к этим вопросам? Ну, вы знаете, по роду своей работы я практически целый день говорю на эти темы, обсуждаю эти вопросы, называю вещи своими именами со своими пациентами, и по-другому нельзя, если я начну каким-то кукольным языком надстраивать над реальностью, то пациенты просто перестанут мне доверять. И вопросы, которые вы мне задаете, до такой степени убийственно интимны, что просто приходится отвечать на них, как говорится, своим языком. То есть всякого рода вопросы, типа того, что доктор, почему у меня влагалище опухло, или половые губы не смыкаются, или возникла точка на головке, потому что я вместо смазки в темноте тюбик зубной пастой схватила, что теперь делать, как это лечить. И когда вот каждый день вот бытовым языком с пациентами это все разбираешь, 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 конечно, приобретается навык говорить на эти темы без стеснения и без смущения, просто как о предмете работы, просто как о предмете разговора. Поверьте мне, этого добиться можно, это не сложно, и поверьте мне, это не вызывает у меня никакого смакования. Боже мой, я сейчас в данный момент обсуждаю сексуальную практику. Да это проблема какого-то человека, это его насущный вопрос. Он же не своей не решается рассказать, что его беспокоит то-то и то-то, а мне пришел и рассказал. Конечно, мы с ним сидим и обсуждаем это очень-очень тесно и очень подробно и очень доверительно. Ну и, конечно, я понимаю, наверное, не все так могут, но имея навык общаться на эти темы, навык консультировать на интимные темы пациентов, легко перенести этот навык на большую аудиторию и обсуждать эти темы вот с вами, через объектив моей камеры, с вами, через окно компьютера. Вы все сейчас слышите то, о чем я говорю. Как я отношусь к этим вопросам? Ну, раз я на них отвечаю, шучу, какие-то вопросы беру на обсуждение, потому что они какой-то вызывают во мне отклик, чем-то меня цепляют. Значит, я нормально, адекватно отношусь к этим вопросам. Они меня, по крайней мере, не пугают. И поэтому не стесняйтесь, пишите мне разные вопросы. Если ваши вопросы покажутся мне новым или интересным, то я обязательно на него отвечу. А сейчас пока!